Здравствуйте! В эфире программа Республика. Прямо сейчас о важных событиях в Чувашии в студии Татьяна Трофимова. Официально подтверждено. В Чувашии выявили первый случай коронавирусной инфекции. Оснований для ажиотажа нет. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии проверил, как формируется продовольственный запас республики. 132 миллиона на ремонт. В спортивной школе Олимпийского резерва номер 3 обновят залы. Сегодня в Чувашии выявили первый случай заражения коронавирусом. 19 марта 2020 года в Чувашской республике зарегистрированы первые случаи новой коронавирусной инфекции. Больной чувствует себя хорошо, протекает в легкой форме, у него признаков заболевания нет. Больной госпитализирован, изолирован в инфекционные отделения больницы скорой медицинской помощи. Этот гражданин прибыл из Бразильской республики через Швейцарию в Москву и прилетел в город Чебоксары 16 марта. По прибытию у него были взяты мазки из носа и зева, и он был взят под медицинское наблюдение на карантин на 14 дней. Изолировался в собственном доме в городе Марпасад, ни с кем в контакт не вступал. Проявил сознательность, он сразу же уехал в Марпасад, хотя и живет в Чебоксарах. При лабораторном исследовании его мазков в Центре гигиены и эпидемиологии были выявлены сомнительные результаты и начато противоэпидемическое мероприятие. Контактные взяты под медицинское наблюдение, в контакте он был с женой и двумя медицинскими работниками. Они тоже обследованы и изолируются на дому, находятся под медицинским наблюдением. Кроме контактных и близких, у него еще есть контакты по самолету, где он также находился на двух бортах. Мы их всех выявили, списки получены по всем контактным. Это уже дальние контакты, называется. Будет проводиться такая же работа. Они будут выявлены, обследованы лабораторно и изолированы. Хотелось бы добавить, что в республике проводится системная работа по выявлению лиц таких, которые пребывали в иностранных государствах, в течение 14 дней после прибытия они находятся под медицинским наблюдением, изолируются и обследуются лабораторно на новый коронавирус. В республике более 200 проб исследовано. Это первый случай нахождения такой пробы. В 15 инфекционных стационарах готовы принять заболевших. Сейчас принимаются меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Чувашии. Временно исполняющий обязанности главы республики попросил не поддаваться панике. В аптечную сеть региона на днях поступит новая партия медицинских масок для обеспечения жителей республики средствами индивидуальной защиты. Коронавирус в республике выявлен, профилактика усилена. В Чувашии введен режим повышенной готовности. Запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. Школьные каникулы планируют продлить. О том, какая еще работа по защите от COVID-19 проводится в Чувашии, расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. Дмитрий, тебе слово. Да, здравствуйте, Татьяна. И действительно, работа по предотвращению распространения заболевания в Чувашии усилена. И вот, как мы видим на экране, лишь некоторые примеры. В центральной городской больнице Чебоксар разделили потоки посетителей. А в коридорах установлены аппараты для обеззараживания воздуха. В школах последние дни учебы организована тщательная дезинфекция помещений и проветривание. Обрабатывать начали и троллейбусы. Наша съемочная группа сегодня в этом убедилась. После смены заезжают в депо, проходят по канаве. Сперва их моют, а потом обрабатывают хлорной, трехпроцентной хлорной известью. Хлорная известь готовится в течение не менее 15 минут. После этого наши уборщицы протирают в салоне поручни, сидения. И потом, если сидения тряпичные, мы просто обрабатываем их пульверизатором, чтобы сидения не были сырыми. Готовим хлорную известь сами же. Ну и наши мощницы потом наливают пульверизаторы и также обрабатывают полы, перегородки. Ну вы же сами уже, наверное, ездили в троллейбусах, уже чувствуется запашок хлорной. Таня, а ты почувствовала хлорный запах в общественном транспорте? Я сегодня доехала на машине до работы, поэтому запах, конечно, я не почувствовала, но я уверена, что дезинфицировать обязательно нужно. Да, это на самом деле просто необходимо. Вот, к примеру, у меня с собой всегда теперь есть спиртовая салфетка, и я ее обрабатываю руки, а еще сотовый телефон и ключи. Да, кстати, мне тоже надо. Еще я думаю, что обязательно нужно ограничить общение с большим количеством людей. Я, например, в последнее время кроме работы больше никуда не хожу. Ну действительно, так делают многие. Вот, к примеру, главные вузы республики перешли на дистанционное обучение. Каково это, нам рассказала студентка. В данный момент мы обучаемся дистанционно, это значит в онлайн-режиме. У нас только что прошла лекция по социологии на тему социологическое понимание культуры. Преподаватель, как и обычно на лекциях, объяснил нам тему. Мы могли задавать ему вопросы, записывали лекцию. Но я считаю, учиться в онлайн-режиме тоже хорошо, но было бы еще лучше ходить в университет каждый день и посещать занятия. Я скучаю по своему университету, хочется быстрее на занятия. Вынуждены скучать и работники некоторых предприятий республики. Вот, к примеру, сегодня личный прием граждан ограничили судебные приставы. Жителям рекомендуется для получения информации пользоваться сервисом банк данных исполнительных производств на официальном сайте, обращаться в письменной форме или через интернет-приемную. Дима, а что насчет пустых полок в магазине? Ты себе уже что-то закупил? Нет, не закупил, но планирую. Риск остаться без сахара или, к примеру, гречневой крупы все же есть. Сегодня представители народного контроля прошли по супермаркетам города и проверили наличие товаров первой необходимости. Распродали гречку. К сожалению, к такому ажиотажу, естественно, ну, не знаю, неодносительно верно не приготовился. Буквально всплеск пошел на днях. Но гречка едет, все приедет в магазин. Сегодня? Вот, может быть, сегодня к вечеру доедет, может быть, завтра будет. В магазинах все есть. Ну, видела, что как пенсионерки закупались, мешками таскали, но мы не покупаем так. Мешки чего? Сахар брали, я видела. Крупы. Ажиотаж начинает потихоньку спадать, но, тем не менее, на полках товары первой необходимости – это крупы, значит, сахар, соль, значит, гречка. Значит, мы их в отдельных супермаркетах на наших полках не увидели. В одном из супермаркетов цены на некоторые товары первой необходимости завышаются. Драматизировать не нужно, значит, работает система поставки, значит, она корректируется, и, как нас заведующие заверили, ближайшие там 2-3 дня все встанет на свои места. Дима, я знаю, что к продовольственной теме тебе есть еще что добавить. Да, есть. Дефицит продуктов питания и повышение цен в республике не предвидится. Как формируется продовольственный запас республики, сегодня проверил временно исполняющий обязанности главы Чувашия. Наша съемочная группа сопровождала в этой поездке Олега Николаева. Теперь охрана этого завода следит не только за порядком. Каждый, кто проходит через турникеты, обязан протереть руки антисептиком. Профилактика превыше всего. Правила, которые должны соблюдать все. Они больше выстрелят, потому что... А все остальные... Визит на предприятие инспекционный. Последние дни социальные сети заполонили фото с пустующими полками в магазинах. Расчет на доверчивых покупателей, которые опасаются повышения цены дефицита продуктов. Временно исполняющий обязанности главы региона призывает не паниковать. Розничные сети находятся на постоянном контроле правительства. Олег Николаев отметил, что оснований для ажиотажного спроса нет. Объемы поставок в торговые точки не сократились. Кто-то, скажем, не очень добросовестный игрок подогревает вот это, скажем, паническое настроение. Со стороны юридических лиц производителей и макаронных изделий, и хлебопулочных изделий спрос сохраняется на прежнем уровне. Ситуация в целом стабильная. Мы смотрим, что на самом деле запасы у нас достаточные. Через увеличение выпуска, через организацию работы в две смены, а если нужно даже готово и в три смены организовать выпуск крупы, то мы обеспечиваем необходимые объемы поставок в розничную сеть. Только в Закарамах чуваш хлебопродукта запасов зерна порядка 30 тысяч тонн. Даже в случае увеличения спроса предприятие сможет обеспечивать республику на протяжении двух месяцев пшеничной мукой, ржаной полгода. Среди постоянных заказчиков завода хлебопеки и кондитеры. Цены мы не повышали. У нас произошло плановое снижение стоимости муки 500 рублей на тонну. В связи с тем, что немножко подешевело сырье. Боксарский элеватор перерабатывает ежедневно 500 тонн зерна и вырабатываем порядка чуть больше 400 тонн готовой продукции. Готовая продукция заключается в том, что это мука шести сортов. Также вырабатываем манную крупу, пшеничную крупу, ячневую крупу, перловую. Ну и еще зародышевые хлопья, отруби. Это уже для кормовых целей. Сейчас крупы товар ходовой. Если понадобится, то производители продукции готовы отреагировать на повышенный спрос и перейти на двухсменный режим работы. Главная задача для регионального минсельхоза – не допустить дефицита в торговых сетях. Мы формируем совместно с федеральными сетями реестр продуктов питания, которые необходимы сетям. Если этот товар им понадобится, начнут покупать без процедуры закупок, которую они обычно проводят, то есть прямыми договорами. Нарастить поставки в торговые сети готовы не только мукомолы. Чувашия обеспечена с лихвой овощами, молоком и картофелем. Правительстве призывают доверять только официальным источникам информации. Дмитрий Ковалев и Андрей Спилидонов. Республика. Официальную информацию по ситуации с коронавирусом в Чувашии можно получить в соцсетях. По поручению временно исполняющего обязанности главы Чувашской республики Олега Николаева ВКонтакте создано сообщество «Чувашия без паники». Там будет размещаться актуальная информация. Кроме того, в разделе обсуждения можно сообщить об отсутствии медикаментов и продуктов в вашем населенном пункте. А также ростя цен на них. Кроме того, на днях правительство России запустило сайт «Стоп коронавирус РФ». Работает единая горячая линия 8 800 2112. Среди мер по предотвращению распространения инфекции по территории республики, обеспечения жителей средствами индивидуальной защиты, к решению проблемы нехватки медицинских масок, подключится УФСИН России по Чувашской республике. Об этом в ходе рабочей встречи начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашии Александр Робота сообщил в Рио главы республики Олегу Николаеву. Мы сейчас по поручению правительства. Система вся должна отшить 100 миллионов масок. Мы будем отшивать где-то в ближайшей перспективе, вот несколько недель, наверное, миллион 600. Это для наших фабрик, наших предприятий. Такая задача стоит. Александр Робота также отметил, что учреждения УФСИНа вышли на полное самообеспечение по овощам, свинине и молоку. За прошлый год объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг превысил 890 миллионов рублей. Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в действии. В Чубаксарах появился Центр амбулаторной онкологической помощи. Это уже второй подобный центр в столице республики. Новый центр разместился в новой поликлинике Центральной городской больницы на проспекте Ленина 12. Центр амбулаторной онкологической помощи нашей больницы является нашим же структурным подразделением и будет обслуживать территорию, прикрепленную к нашей больнице, к первой городской больнице имени Осипова и второй городской больнице. И будет обслуживать население 164 тысячи населения. Новый амбулаторный центр поможет снизить нагрузку на республиканский онкодиспансер в плане первичной диагностики и сделает ее более доступной для населения. Пациент с подозрением на онкозаболевание должен попасть к узкому специалисту, к специалисту не позднее трех рабочих дней с момента обращения в медицинское учреждение. В течение семи дней мы должны провести обследование. Туда входит инструментальная лабораторная метода обследования. И в течение семи дней пациент должен попасть на специализированное лечение в онкодиспансер. Александр Соловьев, Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Город трудовой доблести. Такое почетное звание могут присвоить столицы республики, городу Чебоксары. Получить его смогут города, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. На внеочередном 48-м заседании Чебоксарского собрания депутатов обсудили, что необходимо для получения звания. Чебоксары – город с особой историей. В годы Великой Отечественной войны столица республики обеспечивала бесперебойные производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. Электротехнику для самолетов, танков и кораблей, боеприпасы и оснащение для оборонительных сооружений сурского рубежа. Так город увеличивал обороноспособность страны, за что чебоксарские предприятия удостоены многих государственных наград. Городом трудовой доблести Чебоксары может называться вполне заслуженной, считают в городадминистрации. Все прекрасно представляете, какая была ситуация в городе. Из 40-тысячного населения города 14 тысяч мужчин сразу же в первые дни войны были призваны в ряды Красной Армии и попали на передовую. Были эвакуированы сюда предприятия. Харьковский завод, тут самый Харьковский завод. Чапайский завод. Когда корпуса возводили и не было даже крыши, установлено было оборудование под открытым небом, во время октября, ноября, почти декабря уже начали выпускать продукцию военного назначения. Я думаю, что наш город Чебоксары и все жители поддержат это выдвижение. Структурные подразделения, работники музея, работники архивов, все подключились к сбору документов. 18 марта организована рабочая группа по формированию предложений. Решить этот вопрос планируют во Всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля. Жители столицы смогут отдать свой голос и за присвоение Чебоксарам звания. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. В Новочебоксарской спортивной школе Олимпийского резерва номер 3 занятия пока продолжаются. Однако, если в тренировках нужно будет сделать паузу, руководство воспользуется этим, чтобы начать масштабный ремонт в залах. На него из республиканского бюджета выделили 132 миллиона рублей. Здание спортшколы Олимпийского резерва номер 3 в Новочебоксарске построили 40 лет назад. Сейчас обновление требует зала для настольного тенниса, борьбы, бокса и волейбола. Каждый материал имеет свой срок эксплуатации, поэтому стеновые панели и оконные блоки, сделанные из алюминиевого профиля, тоже устарели. Политан, который ранее химпром нам помогал утеплять, пришел уже, сказать, непригодность. В спортшколе профессионально занимаются 800 спортсменов. Кроме того, горожане ходят сюда на фитнес-программы и в бассейн. После уточнения республиканского бюджета на ремонт школе выделили 132 миллиона рублей. Освоить их нужно в этом году. Если ситуация с коронавирусом не будет усугубляться, тренировки останавливать не планируют. В этом случае ремонт проведут поэтапно, без ущерба для занятий. Маленькая батарейка, большие проблемы. Мусорная реформа в республике продолжается, но вопрос с отдельным сбором опасных отходов, в частности, отработанных батареек и аккумуляторов, по-прежнему остается открытым. Подробнее о проблеме в нашем сюжете. Ежегодно одна российская семья выбрасывает примерно 9 отработанных батареек. Каждый из них при попадании в почву может навсегда отравить 20 квадратных метров земли и 40 литров воды. Сегодня сбором опасных отходов в Чувашии занимаются на добровольных началах. В республике четвертый раз проходит акция «Сделаем вместе», в рамках которой самодельные экобоксы можно увидеть во многих организациях и школах республики. Наша школа тоже приняла участие в республиканском движении «Эколидеры» и собрала более 500 килограмм батареек. Также жители нашего микрорайона принимают участие в сборе батареек. В течение всего года они собирают их и приносят нам. Собранные батарейки передают на утилизацию. Этим также занимаются волонтеры и меценаты, которые из личных средств оплачивают транспортировку и утилизацию опасных отходов на специализированных заводах. Но не все сознательно подходят к раздельному сбору батареек. Большая их часть по-прежнему выбрасывается с обычным мусором и попадает на полигон. Так выглядит «Экобокс» – специальный контейнер для сбора опасных отходов, в данном случае батареек. Мы спросили у горожан, как они утилизируют батарейки и как относятся к установке таких вот контейнеров в городе. Молодцы, конечно. Будут контейнеры стоять, будем сдавать. Только за, только за. Хотя бы один микрорайон, один бы ставили микрорайон. Мне кажется, это замечательно. Это экология, это защита нашей окружающей среды, нашей планеты. И мне кажется, их должно быть как можно больше, потому что не все люди сознательно, не все будут это все нести куда-то далеко. А если это будет хотя бы в дворе или в подъезде, наверное, мы больше поможем нашей природе. То есть для такого опасного, как лампы старые, батарейки, неплохо было бы иметь отдельный контейнер под рукой в пределах. Мы будем пользоваться. Решение проблемы экологи видят в установке таких экобоксов на территории каждой управляющей компании. Есть такой документ, это постановление правительства номер 290, согласно которого в перечень минимальных требований к содержанию общедомового имущества входит как раз-таки и сбор этих самых отработанных батареек. И управляющие компании должны их осуществлять, эту работу. И, соответственно, потом уже передавать организациям, которые имеют лицензию на работу с этими опасными отходами. Несмотря на всю опасность для окружающей среды, батарейки – простейший товар для переработки. Соли цветных металлов, которые содержатся в них, в 80% используются для производства новых элементов питания. Заводов, которые могут выдарить батарейкам и аккумуляторам вторую жизнь, в России два – в Ярославле и Челябинске. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Вениамин Иванов, Республика. Чувашия улучшила позиции в национальном экологическом рейтинге регионов и заняла 11-е место. Список регионов опубликовала общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». По итогам прошедшей зимы Чувашская республика в рейтинге по ПФО заняла первое место, во Всероссийском – 11-е. Ранее по итогам осени 2019 года республика находилась на 14-м по России. Рейтинг формируется из сводных данных об экологических мероприятиях, программах, которые действуют в регионах. Учитывается и количество жалоб граждан. Такие новости к этому часу. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова